Музыка Бруно научился гавкать, он так что гавкал, он так что гавкал Первый раз мы гавкали 6 августа, 6 августа Мы только третий день как тут им живем, а Бруно уже гавкать научился Это Тоша его научил, дай 5, дай 5 Ну прибей 5 на камеру, на камеру сделай 5 Не сделаешь, не сделаешь на камеру 5, да? Бруно, а ну, глосс, глосс Бруно, глосс, глосс, глосс Покажешь как ты потрафишь разробить Тоша, понял, что все счастливые начали гавкать Ну хватит Тоша, ложись спать, у тебя бабки вылезут Да нет Ну Тоша, ну нельзя дома гавкать Ну нельзя дома гавкать Еще попробуешь разжавкнуть? Все, ты ее ж не руб Ага, уже все Тоша, ты умеешь вынать, чеешь? Я тебя ругать буду Нельзя Ой, ну как я телефон беру, никогда ничего интересного не происходит Все интересное происходит за кадром Смотри, типа он делает вид, что он смотрит в окно и туда, типа, начнет гавкать А сам глазами входит, наблюдает Алия Квадни, что конец? Блин, да, прям так сладко Так еще и стоял так ровно, выпрямился весь Нина на тапке ты еще не грыз, да? О, боже, и думай, грубо Тоша, нельзя так, сколько раз говори? Ну нельзя дома как, нельзя Ты спать хочешь, иди спать О, боже, иди спать Он на тюльку удано У меня уха есть, чем есть, у меня запах Он не пристал мне до рождения Ой Ой Ой, ты плаешь пиум Ай, сам эксайзен Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Далее 9 часов Мы приехали с Барсюшей к Грумеру Сейчас идем встречаться Конечно мне жалко Барсика Потому что не успели мы приехать С Собачкой Я сейчас Барса забрала куда-то Поехали мы Я вообще не знаю что он себе там Надумал в дороге Ну я конечно в дороге с ним общалась Говорила, что мы едем встречаться Вдвоем с тобой время проведем Но мы все равно, мне кажется он очень сильно стрессует. Я специально одела футболку домашнюю, такую дырявую, чтобы от шерсти ее потом легко было почистить. Ой, Бруно с Милошем дома остались, с Боней, там Тоша, Нина, так что. Ой, сейчас машину закроем. В общем, занимаемся нашими дитяками, котками, песками. Идем стричься. Да, Барсюш? Обсерватор. Но он еще молодой, да? Три лета. Бо уши как-то так у него не стоят. Едной стоят, а другой нет. Ну, полежь, Барс, ты сейчас там. Нет, подглядывай, подглядывай за тобой. Подглядывай за тобой. Видишь, ты на него посмотрела, он ушел. Мой красавчик, молодец. Сейчас поедем, может, там чуть-чуть осталось. Он ушел уже. Он, когда придет, он постучит в окошко. Все, мы с Барсюшей подстриглись, едем домой. Погода, конечно, такая. Дождь, холодно, прям такое ощущение, как будто осень. Очень хочется спать. Вообще хочется закутаться в пледик, сидеть, смотреть какой-то интересный фильм или мультики. Пить какие-нибудь вкусные напитки теплые, вкусняшек, чтобы побольше было разных. И вообще на улицу не выходить. Потому что я сейчас заехала в Бедренку, купила там молоко, кондиционер, сыр. Этот, как он, все время забываю, как он называется этот сыр. Камамбер, чтобы в духовке запечь. Запекаю обычно камамбер с чесночком, с помидором, хлебушек, естественно. А последний раз видела, что запекают со сливами. Я попробовала запечь со сливами. Ребята, как это вкусно. Если вы не пробовали запечь камамбер со сливами, то обязательно попробуйте. Это очень вкусно. У меня как раз там сливы остались на рынке, которые покупала. Купила сыр камамбер, сегодня сделаем обязательно такую вкусняшку. С Барсюшей болтаю, разговариваю. Он, конечно, когда мы ехали в ту сторону, приехали. Я его достала с переноски, он заплаканный, переживал. Мой котик не понимал, куда я его везу. Так, вот такая дорога не очень хорошая, в том плане, что неровная. В общем, едем домой. Бруно там покушал, сделал все свои дела туалетные. Все хорошо. Сейчас спит. Мы как раз приедем, и он проснется. Ой, столько детей, столько детей, столько дел появилось теперь. Я еще хочу сегодня съездить в Жеромин. Мне там надо внески сделать. Хочу сегодня это все сделать, в понедельник. Вообще, по-хорошему, нужно было это на прошлой неделе сделать. Но я, чтобы был настоящий сюрприз, то как бы сказала Милошу, что поедем за документами в пятницу. Хотя планировала поехать в среду. Если бы в среду я забрала документы, то, конечно, я бы эти внески еще на прошлой неделе сделала. А так получается, что уже седьмое, сегодня число. В общем, надо быстренько все документы доделывать. Не затягивать с этим процессом, потому что чем быстрее сделаешь, тем быстрее из головы эти все проблемы, бумажная волокита уйдет. Ой, там, кстати, меня насмешили с комментариями в Ютубе. Я говорю, не Борис, а Бруно, он пишет, так, так, очевидно, Борис, что он пишет. Я не знаю, что это... Ой, ну, реально смешно было. У меня тоже такое бывает. А еще бывает такое, что пишешь, а то 9 вообще выбивает не то, что ты хотела написать. Надо все всегда проверять. Все, едем. Еле-еле едем, никуда не спешим, потихонечку едем. Но, опять же, повторюсь, тут такая дорога вся кривая, косая, что тут быстро и не поедешь. Вот так. И все, и упали. Прыгнули, и упали, и лизым на травке мы, и ползем мы, да? Эти, мой сладкий, эти, мой сладкий. Мы только проснулись. Мы только проснулись. Да? И траву жуем, и все подряд. Пойдем побегаем. Бруно, ходь тут. А так, а так, а тики-тики-тики. Тики-тики-тики. Бруно. Потягушечки. Потягушечки. Вот у мое золото. И сразу за мамы на тапки. И сразу за тапки. Ай-ай. Бруно. Ты побегать не хочешь? Пойдем. Догоняй. Догоняй, догоняй, догоняй. Догоняй, догоняй. Ай, ты мой сладкий. Догоняй, догоняй. Бруно. Хорошо по травке поскошенной бегать, да? Красота, ляпота. Травку покосили. Порядки навели. На клумбе там порядки навели. Везде красота, ляпота. Да? Бруно. Что там? Машина большая поехала. Машина большая поехала, да? Машина большая поехала. Машина. Ай, и сразу грызть все. Сразу все грызть. Пойдем кушать. Пойдем? Нам кушать пора. Ой, мы какать будем. Показывать вам мы это не будем. Как мы какаем. Да, Бруно? Это наше. Это все наше. Не надо смотреть, какие у нас какашечки, да? Сейчас писать будем. Пойду уберу сразу, чтобы потом не потерять, где он покакал. Кушать все заняли в зрительном зале места. Давай, Бруно, покажи, как ты кушаешь. Становись. Ой, это умничка. Кушай, Бруно. Ой, это у нас умничка. Приятного аппетита. Сладенький наш мальчик любимый. Он, кстати, уже поспокойнее кушает, да, Клухана? Первый-то вообще он и трусился, и подскакивал, и попкой кверху поднималась. И вообще. Он верить не мог, что можно так вкусно кушать. Ну да, с этим сухим кормом, конечно. Ну, ничего. Мы будем кушать только натуралочку. Все самое вкусное и полезное для Бруно. Гречка, яичко, говяжье мясо. Второй раз уже. И говяжье мясо чуть-чуть. И чуть-чуть кефирчика, чтобы немножко жиденько было. А то что-то как-то это надо нам чуть-чуть. А, и маленький кусочек творожка. Пузико уже выросло. Пузико сразу растет у нас. Милост, у нас в дворе так чисто. Ну да, вы что-то поедете. Все, мы сейчас это покушали. Нам быстренько надо на улице. То, что мы будем сразу и по маленькому, и, возможно, по большому сделаем. Как и обещала, показываю, как я готовлю сыр. В общем, купила я сыр камамбер. Такой президент. Бумажку порвала. И вот этот я всегда покупаю. Президент я, по-моему, ни разу не делала. А вот этот всегда покупаю. Деликатэ. Очень вкусный сыр. Только обратите внимание, что есть вот такой большой. Сейчас скажу, сколько тут граммовка. В общем, он лежит в такой деревянной коробочке. И здесь у нас 200 грамм. А есть еще такой же фирмы, деликатэ камамбер, но он маленький. И тот маленький, его, если запекать, то, я не знаю, минуты 3-5 максимум, потому что он быстро растекается. Я беру вот этот, который побольше. Вот так все выкладываю. Сбрызгиваю маслом растительным. Со сливой я уже делала. Это очень вкусно. Помидор. Можно чесночок. Но у нас тут чесночная булка. Этот багет чесночный. Так что чеснок не буду добавлять. Чеснок желательно тоненькими слайсами резать, потому что... Ну, чтобы он пропекся. Если целые зубчики положить, то он будет такой сыроватый, и придется его грызть. Еще я делала с смородиной красной. Тоже обалденно вкусно. В общем, все вот так выкладываю. Ставлю в духовку. 180 градусов. Где-то приблизительно 10 минут. Может быть 15. Все зависит от вашей духовки. Сыр должен у нас расплавиться. Хлебушек у нас должен немножко подсушиться. Ну, и овощи подтомиться. Это очень-очень вкусно. Кто не пробовал, попробуйте. Всем приятного аппетита. Кстати, малинку собрала. Достала рыбку размораживаться. Бруно буду давать рыбку завтра. Ну, и Бруно, естественно, сидит со мной рядышком. Мой зайчик любимый. Мой зайчик любимый. Такие глазки умные. Мы так быстро все на лету ловим. Кстати, мы гавкать научились. Тоша вчера гавкал-гавкал. В оконцовке Бруно тоже погавкал. И сегодня тоже гавкал. Да? Пылесос все собирает. Все. Все. Ставлю все в духовку, потому что все голодные, кушать хотят. Отправляю в духовку. Это дон. Уф. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Хочу вам показать, как все происходит Кстати, Барсюша у нас подстриженный Не знаю, видно будет, нет Раскрывать его не буду сейчас Можно было бы, конечно, вспышку включить Но дело в том, что Я боюсь, что Барсик уйдет Потому что я ему буду глаза светить Поэтому извините Вспышку выключим Барсик ко мне пришел Мы сидим с ним, разговариваем Общаемся Время начала второго ночи Но мне надо как-то Со всеми поговорить, как говорится Да, Барсюш? Со всеми пообщаться Со всеми поговорить Всех притулить Всех погладить Вот так вот Я должна успеть Уделить внимание всем Никого не оставить Как говорится В стране А наш Бруночка Он будет лежать Все Видишь, малыш Так как люблю Очень сильно И Бруно люблю И Парсюшу И Понечку Всех люблю И тоже люблю И тоже, конечно, Ниночкин Больше Но тем не менее Все равно Всех очень сильно люблю Да? Барсик немножко пообижался Но тем не менее Все равно пришел ко мне Под одеялко Потому что подстриженный Хочу, чтобы ему было тепло Ой, все Всем спокойной ночи И спасибо за то, что смотрите видео Спасибо за комментарии За подписки За лайки Всем папа, бузячки И до новых встреч Папа Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому